Самый короткий кулинарный анекдот. Два повара подглядывают в зал. Смотри, смотри, блядь, он это ест. Я Сергей, мне 47 лет. Я делаю пиццу. Когда грянула пандемия, произошло чудо, я все-таки купил себе новое жилье и стратил все деньги. И с вывернутыми карманами бизнес начать невозможно. У меня было денег при открытии на такси. 1760 рублей. То есть это три раза прокатиться до дома. Что-то нужно делать. Я посмотрел в окно, прошло три недели пьянки. Я понял, что здоровье садится, а делать что-то надо. И тут очень важно сказать, что окрыляют именно люди, которые рядом. Звонит партнер, а он великолепный человек. И говорит, Сергей Васильевич, ну что мы сидим? У меня мармелада, я все деньги туда вложил. Давай пиццу печь. Я знаю, что я профессионал, но в свои силы поверить, выйти на рынок с продажей пиццы, пандемию, а еще и с доставкой. Ну, так, бабушка надо, я сказала. Но он сказал, что у тебя получится. Это меня окрылило. Я подумал, ну, почему бы и да. В первом цеху было немножко народу, и мы начали с заказа два года назад в одну пиццу. Первый день и одна пицца. То есть ни две, ни три, одна. Через где-то две недели я заболел коронавирусом, и надо было сидеть дома 10 дней и не появляться на производстве. Это особая была боль, потому что это жесть. Когда ты как тигр в клетке, ждешь, когда отпустит температура, и ты опять начнешь развивать свой микробизнес. Я Сережа Малаховский, и моего партнера зовут Денис Валерьевич. Мы оба неглупые парни. И напечатав там пять тысяч флойеров, в бумажном цикле развесили их на ручки дверей в одном из густонаселенных районов Санкт-Петербурга. Не отработало ничего. Был один заказ. И мы поняли, что всю рекламу нужно делать только в электрическом диджитом пространстве. Появился в нашей жизни, боженька, наверное, нам его прислал, какой-то странный СММщик сказал, дайте мне пять тысяч рублей, у вас будет пятьдесят заказов. Подождите, а если десять, будет сто заказов. А куда ты стратишь деньги? Ну, я покажу, куда и страчу. Почему-то Россия так устроена. Мы хотим и пиццу, чтобы и наесться, чтобы она была сытной, и доехала, и корочка хрустящая. Ну, много у нас приверет, которые ждут продукт, который вот зайдет. И глядя на основных операторов, это большие игроки, они делают именно среднюю пиццу. И не тонкую, как сухарь, и не толстую, как 200-килограммовые американцы. Из-за этого мне нужно было добиться от муки нашего российского производства, я не стесняюсь о них говорить, итальянского качества. Можно слаболумием обладать, делая пиццу из муки, которая стоит 150 рублей за килограмм. Пожалуйста, умудритесь сделать из муки, которая стоит 31 рубль. И тут я придумал замес, который длится долго, пока не родятся белковые нити. И здесь я делаю это на каждом цеху. Именно так, как я придумал в самом начале. Мы не используем маргарин, и это наша принципиальная позиция, только помос оливковое и сливочное масло. Еще один момент, конечно же, это никаких скалок. Скалок у нас не существует, мы тянем пиццу руками, это важно. Если вы работаете скалкой, у вас борт рождается плохо. Он маленький, как будто бы фитилек после сексу, либо он свисает, и компоненты заскальзывают. И тогда у вас будет хороший всходящий бортик, хороший крафт хрустящий, и манка, либо симолина, помогает на маленьких таких рельсах, на маленьких колесиках, заходить в жару под непосредственно пицца крафт, тесто, и рождается корочка, которая доезжает до гостя, хрустящий, а борт пуховым. Именно борт восторгает, когда человек открывает мою пиццу, он хочет ее макнуть в соус. Мы придумали еще с самого начала, это класть соус для корочек, сладкий чеснок, и мы сделали его действительно сладким, и не стесняемся этого, потому что дети, и взрослые, бывает, наша пицца начинает есть с корочек, когда у других доставщиков корочки все остаются в коробках. И то тесто, тот соус, и тот купаж сыров, который мы кладем, он действительно вкусный. Плюс Денис, он гений торговли, и понял, что в масс-маркете нужна только абсолютно не очень высокая цена, с определенно приятным качеством. Сейчас микробизнес насчитывает 6 цехов, с которых отдаются пиццы, где стоят люди, и стабильно от операторов принимают заказы, и выпекают тот продукт, который мы заявляем. Я, так скажем, уже не при делах, с меня не нужны рецептуры, с меня не нужно там качество. Люди стоят на местах и исполняют все грамм в грамм, чтобы потребитель получал то, что было вчера, а завтра будет опять так же, как было сегодня. Что же такое начало? Денис Валерьевич на машине за 8 миллионов разводит пиццу, а Сережа на кухне стоит, катает ее руками. И однажды комнатный авторитет, такой вещатель одного микрорайона города, говорит, вот открылась пицца 30 сантиметров, сейчас проверим, как же она работает, обещают за час доставить, и качество Люсечкой будет. Ну, происходит чудо, на 53-й минуте Денис лично привозит пиццу, и, конечно, этот граф Монте-Кристо спрашивает у него, какая машина у тебя? Денис отвечает, черная. Я Марку спрашиваю, ты меня увидишь, я в углу двора. Денис под 2 метра ростом, в перчатках, в маске, в экране, со всей санитарии, выручает ему три пиццы, тот ему протягивает чаевые, рассчитывается, тут же поднимается и пишет обалденный отзыв, который можно посмотреть в группе ВКонтакте. Господа, действительно уложились в час, пицца, запятая, офигенная, у Мулаховского курьера на Реджроверах, запятая, можно директор посмотреть? Мы его специально не стираем и не удаляем, потому что он нам нравится. После стейксид, молодой человек. Официант! Зубочистку! Занято. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мулаховского курьера на Редактор субтитров А.Егорова Мулаховского курьера на Редактор субтитров А.Егорова